Наверное, весь мир уже слышал о конвою свободы, который происходит в Канаде в 2022 году. Видом конвою 2022, сейчас называется так. Он проходил, проходит сейчас на данный момент. Вчера все собрались уже в субботу под Оттавой, все кто ехал. Почему я не сделал это видео раньше? Поддерживаю это, не поддерживаю. Я поддерживаю это двумя руками. Почему я не сделал это видео раньше? Потому что я вам планировал записывать это с первых ряда. Я хотел быть в том же месте, в Оттаве. Понятно, здесь, наверное, люди, которые не знают меня, поэтому почему я не поехал, я расскажу до своих зрителей в конце видео. Я работаю в Канаде, я дальнобойщик, там уже пятый год. И я вам расскажу в целом немножечко сейчас, что это такое, буквально, что происходит. И, наверное, некоторые мифы развею. И, как я и обещал, в конце расскажу, почему это не поехало. Итак, началось это все приблизительно неделю назад, потому что со всех концов Канады организаторы собирают дальнобойщиков и всех желающих. Очень много пикап-траков, разных сопровождающих машин, на домах, на колесах, естественно, самих траков, грузовиков, с прицепами небес. Со всех сторон Канады едут в Оттаву и будут добиваться отмены всех запретов. Даже я не буду называть каких запретов, да, как бы вы все понимаете, еще речь о всяких паспортах, новых, нововведениях, всяких требованиях, всяких кодах, которые вы должны предоставлять на то, что все закрывается или открывается, вот там, как там по щелчку пальца, в общем, против всего этого, что происходит. Важно очень сказать, что это не протест невакцинированных дальнобойщиков, это не протест антиваксеров. Это вот такое, это важно понимать, потому что люди об этом не говорят, некоторые СМИ говорят, некоторые не организаторы и участники всегда об этом говорят, что большинство из них получили свои дозы уже, опять же, стараюсь максимально избегать всяких слов, уже и кто вторую, и кто третью, и люди против того, чтобы это заставляли. Вы знаете, очень много людей, в том числе местные, я вот общаюсь с которыми, большинство людей против. Есть, конечно же, люди, которые за то, чтобы кого-то заставляли, но я считаю это как бы отдельно уже, группа людей, я просто не могу их описать нормальными словами, которые бы я мог использовать на своем канале, но это, по моему мнению, у них, понятно, оно другое, это неправильно, где никто не должен ни к чему заставлять. И для меня самый простой пример, что говорят, да, это может навредить другим, значит, если это твоя свободу заканчивается там, где можно навредить другим, окей. И давайте так, если я боюсь, что я попаду в аварию, а у меня шансы здесь велики, 4 раза за 4 года я попал в аварию в Канаде, ни разу не по своей вине, потому что, наверное, не самые умные водители здесь. И если я за 4 года 4 раза попал в аварию, так давайте всех тогда оставим дома, когда я выезжаю. То есть я боюсь, но вы сидите дома. Вот для меня это простая аналогия. Именно поэтому люди говорят, что мы, каждый, должны выбирать, ну, это наша жизнь, наше решение. Я это делаю в видео без склея, не буду ничего здесь вырезать, вставлять. Вставлять буду, я вам покажу в конце видео, или, может, сейчас даже буду некоторые ставки делать, как происходит, что же в этом конвое происходит. Но просто говорю как по душе, поэтому не буду ничего, нет, не дорезать, не добавлять. Итак, немножко по цифрам хочу сказать. По разным источникам можно смотреть. Некоторые пишут 70 километров конвой. Блин, сколько я писал? 400. Где-то видел даже 400 тысяч траков с Канады, 150 тысяч траков из США. Я 100% уверен, что это неправда. Я их не ходил, не считал, но из тех видео, которые вы можете понаходить, это 100% это, в общем, неправда. Если, насколько мне известно, 120 тысяч канадских грузовиков пересекают границу ежедневно США и Канады. То есть, понимаете, что 400 тысяч – это просто цифра вообще нереальная. Нужно еще сказать, что участвуют, я уверен, десятки тысяч людей, поддерживают сотни тысяч людей. И это то, что видно, когда конвой ехал, и все эти тысячи километров люди выходили на улицу, поддерживали, махали плагами, салюты, угощения. В общем, люди очень-очень это поддерживают. Но это, опять же, я говорю, где-то сотни тысяч, которых можно посмотреть, десятки тысяч едут, сотни тысяч поддерживают. Миллионы поддерживают. Это в целом, которые, вот если от берега до берега, это миллионы. Огромное количество людей, в том числе моих знакомых, задонатили туда. И это уже, сейчас это было уже более 6 миллионов долларов насобирали. Я считал, что это GoFundMe, это уже вошло в топ-15 этот сбор, как бы денежных средств на это самое мероприятие, как сказали, на топливо. Все изначально цель была у них пособрать 700 тысяч долларов. По крайней мере, первый раз, когда я видел объявление о сборе средств, это было 700 тысяч долларов. Так. Теперь, смотрите, еще, наверное, один момент, дальше, чем я вам покажу, что же сейчас происходит. Нужно сказать, что, насколько я знаю, сильнее, чем Канаду, завянули только Австралию. Может быть, Израиль еще. Может быть, они, ну, насколько, опять же, из наших знакомых из Израиля, говорят, там люди все хотели сами там добровольно прививаться и так далее. Поэтому я не уверен. Но из того, что это массово в открытом доступе, это была Австралия. Там, опять же, из СМИ было известно, что даже на улицу нельзя было выходить без QR-клуба. Ну, короче, это просто капец. У нас, наверное, это было на втором месте. Хотя сейчас в провинции КПБ, если у вас нет этой бумажки, вы вроде бы даже не можете зайти в супермаркет. Понимаете? То есть, насколько там, что вы с голоду умрите, но в магазин вы не можете пойти. Опять же, люди, кто-то это поддерживает, это их дело. Да, я говорю свою точку зрения, хотя это, наверное, уже политический взгляд, его не стоило озвучивать, но поскольку я непосредственно отношусь к дальнобойщикам, я должен был быть там. Поэтому я просто должен об этом рассказать. Давайте я сейчас немножечко вам сделаю нарезки из того, что происходит на данный момент в Оттаве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И почему вы смотрите, когда смотрите, читаете, рация взяла, у них есть. Я в своей группе в Facebook, я оставлю ссылку, здесь тоже оставлял ссылку на их канал. Тогда там было 650 тысяч человек в группе Freedom Convoy 2022. Просто можете найти в Facebook. У них есть рация на взяла, там люди всегда круглосуточно благодарят со всех стран мира. Благодарят за это. То есть хотелось очень быть частью всего этого дела. Действительно, хотелось я, чтобы вы понимали, насколько я уверен был в своих намерениях. Я рассказал об этом своим друзьям, что я еду, кто меня здесь знает, лично, да, не ведутся врать. Я рассказал об этом, не рассказал, поставил в известных диспетчерах, что на пятницу мне груст не бери. В воскресенье тоже не выезжаю, потому что все, я себе взял никакие ов, которые сказал, что еду на конвой. Чтобы вы понимали, да, я знаю, что диспетчер может быть тоже смотрит, поэтому как-то, ну, не даст мне никто соврать, я собирался действительно оттуда ехать. И так уж вышло, что, получается, немножечко на день все, график перенесся. И у меня друг попал в аварию. С ним все в порядке. Все это мой лучший друг, у которого я часто упоминаю в своих видео на таком же траке, как у меня. И я поехал, в общем, в Пенсильванию, и мы там перегружали трейлер, выгружали, и в итоге, в общем, я его сюда привез домой, пока его трак проемонтируется. Я его привез домой, и так получилось, что это все освободился в пятницу вечером, понимаете. Мне должно это было либо начинаться рано утром, либо начинаться даже в четверг. И в итоге, так сказать, что конвой этот уехал без меня, и я мог туда приехать, конечно же, я мог взять машину, туда приехать. Но теперь так, теперь, наверное, самое еще рациональное объяснение, что я за последний год, так уж случилось, кто смотрит, тот знает, да, то ногу сломал, то авария, то вторая авария, то, блин, какой-то вирус, который... В общем, я полгода из года не работал, и просто-напросто не можешь себе позволить взять еще не работать там неделю, оплатить себе дизель там и так далее. Организаторы обещали оплатить дизель. Я не планировал заработать на этом, я не планировал просить, они не обещали, даже за то, чтобы за ваши выходные платили, но думают, знаете, может, насколько это затянется, гостиницы, дизель и так далее, да, там, тысяча долларов, ну, минимум бы ушла, наверное. И потом сказали, что, в общем-то, вы знаете, это все здесь в группе, этот конвой 2022, вы можете это все увидеть, вы знаете, нас больше, чем мы ожидали, и не факт, что кто-то получил шанс, что вы все получите там денег на дизель и так далее. И вот здесь самое интересное, здесь у меня сразу две мысли, то есть нас больше, чем мы ожидали. Первое, наверное, которое начинало, пошатнуло мою уверенность в том, что я должен ехать, это то, что, как бы, ну, окей, сами организаторы говорят, что нас уже очень много, я очень за них рад, очень много, но в этот момент начинаешь чувствовать себя как бы ненужным. Когда ты собирался ехать, да, я буду частью этого движения, я, по-моему, вот буду ехать за веру в то, что я верю. И здесь просто, как бы, ну, окей, значит, как бы, ну, не нужен, не нужен, без проблем. Как бы, опять же, я говорю, я поддерживаю всячески, но, ладно, да. И второе, что получается, знаете, думаю, я вот на неделю уж на работу уехал, сейчас мои там один-два выходных, семью не увижу, и опять уехать, в общем, я от этого отвык, уже честно. Я привык, там, раз в четыре дня я постоянно приезжаю домой, вижу своих деток, вижу свою семью, и еще, когда им я нужен, а вот там я не нужен, знаете, как бы, сказали. Думаю, ну, окей, ну, тогда нет, нет. И денег на это, они даже за дизель уже сказали, не будут давать. Я, честно говоря, очень не уверен, что можно 6 миллионов потратить на дизель, на траки, которые туда приехали. Ну, окей, я же не буду это проверять, да, ну, вроде бы, как сама организация Доболфан сказала, они будут проверять, и дадут деньги после того, их сейчас заморозили, как они предоставят доказательства кривой, как они собираются оплачивать. Тем не менее, я не работал, денег у меня и так не фонтан, здесь нужно вложить еще свою, где-то минимум, тысячу долларов, нужно не работать, наверное, минимум неделю, я не знаю, когда это рассосется, это движение, которое аватарит ракость плотно на друг другу. И все это, знаете, какие массовые события на событие, вот так все получилось. То есть, я позвонил обеспечеру, сказал, что давай, все-таки поеду на работу. Перед этим мне еще позвонил босс с нашей компании, сказал, что слышал я, что ты собираешься туда ехать, у него там стопома какой-то, есть телевидение, как ты посмотришь, если у тебя возьмут интервью, я говорю, да блин, я уже не еду, к сожалению, как-то не хочу врать данное интервью по телевизору, что вот ты такой там борец, а на самом деле получилось так, что я не поехал. В общем, вот так вот, просто мне очередное видео рассказать вам вообще, что это происходит, что это, как, в целом, почему не записал раньше, почему записываю сейчас. На этом все, такой срочный, срочный выпуск. Надеюсь, все у нас получится или у них, и надеюсь, это даст какой-то толчок в другие страны, и, наконец-то, свободный люди, кто хочет быть свободным, наконец-то смогут быть свободными, кто смотрит мои видео долго, вы понимаете, наверное, я всегда компании меняю. Страны, мне вообще не важно, что менять, но я, главное, за свободу, за свободу выбора. Я хочу делать то, что я хочу, естественно, в рамках закона. Когда закон следом взяли и поменяли, ну, это, как бы, уже не совсем хорошо. Поэтому, не знаю, что может быть важнее, чем ваша свобода выборов. Мне когда-то заставляют. В общем, надеюсь, у всех, кто поддерживает такие движения, кто поддерживает мировоззрение и мировоззрение всех этих миллионов людей, надеюсь, у нас все получится. Нажимайте лайк. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»